приветствую всех на канале гейминг социал с вами на связи вин ультра и поиграл этот в battlefield 2042 изначально хотел сделать стрим но из-за частой проблемы с пингом вы сейчас смотрите видео по стримим надеюсь после официального выхода игры когда сервера ко мне будут уже чуточку поближе начну с самого старта игры дурацкий непонятный интерфейс где лично изначально не понял что он а что об особенно если что-то переключаешь настройках ну да ладно это мелочи жизни думаю вы все поймете если купите эту игру или уже играли в бету а я собрал команду нажал play и направился в бой на старте нас встречает интерфейс где мы выбираем класс но как класс тут от слова класс остались только иконки и способности самом левом углу можем наблюдать персонажа проваливаем все вовнутрь там доступно пока четыре персонажа в рамках открытой беты у этого персонажа есть иконки класса принадлежащие ему крут я подумал выбрал но что же дальше а дальше мы выбираем либо пресеты чтобы якобы подкрутить этому персонажу классовую экипировку но либо настраиваем все как хотим и делаем и снайперу штурмовика в принципе как я и сделал вот и все погнали в бой изначально когда я попал в первый бой на сервере был pink 300 ну и сами понимаете какова там была регистрация выстрелов но мы как-то выиграли эту катку поэтому я подумал что пинг не решает и пошел в следующий бой а там уже был пинг стоят тут уже и можно поиграть подумал я и игру посмотреть и да действительно с таким пингом было играть лучше и регистрация попадания была намного лучше но есть одно но лифты что с вами не так почему вы закрыты когда должны быть открытой на протяжении всей игры сыгранных мною эти лифты творили что хотели то выйти из них не могу то зайти то с командой зашел в лифта они остались внизу непонятно вообще что за хуй то творила с ними ну ладно лифтов мало да и бог с ними думаю какая коем разница жалко что основное здание не падает было бы круто а так скучновато . это получилось только дело ракета минут десять друзьями мы искали как она запускается она оказывается сама запускается и в нижней шахте наверное всех поджигает хорошо летит красотка после того как я насмотрелся как летают ракеты в этой игре я начал засматриваться на интерфейс какие-то цвета все передавленные яркие пестрые как в детском магазине игрушек я совсем недавно с друзьями играл в battlefield 4 и там тоже игроки твоего отряда выделены зеленым но там приятный темный зеленый цвет я его тоже вижу почему разработчики battlefield 2042 подумали что сделать ярче чтобы глаза жгло это правильно этого я вот к сожалению не знаю да и навряд ли они ответят мне на этот вопрос но и в целом интерфейс какой-то большеватый но тут на вкус и цвет как говорится со звуком в игре все гуд единственными местами речь была тиховато но думаю это я что-то накрутил когда шарился по настройкам поэтому не буду придираться единственная мелочь которая меня удивила это когда летишь в воздухе на машине твой персонаж кричит уху мелочи а приятно ни одному мне как говорится весело ну что нагулялся я пешком дай думаю покатаюсь на технике вертолеты и истребители пропускаем сразу я на них раньше не особо умел летать вся дукая на танк и танки если честно стали какие-то деревянные на них ездить не так уж и приятно голова у танка чересчур долго крутится да может приближено это все к реализму но от этого мне комфорт не играть не стало но единственное что покорило меня в танке это можно пускать дым вот это действительно крутая штука уходить из-под шквала огня или покидать уже взрывающийся танк это на самом деле очень круто некоторые вещи видно что взяли искала в дуке в особенности когда дважды нажимаешь shift и персонаж поднимает автомат и бежит круто что добавили подкаты тоже неплохо смотрится в геймплее я когда первый раз увидел игрока в подкате аж офигел я пока смотрел как он катится он меня и убил в общем ну и что по итогу мы узнали за эту открытую бет игра сыровата еще нету игроки бежали по небу верхом на парашюте то просто по небу ехал танк без тела то игроки бегали под текстурами а когда убиваешь ножа так вообще непонятно что в этот момент происходит с анимацией убийства да возможно это были действительно проблемы пинга но лифты тут вообще ни при чем и на них страшно было ездить да это бета и к релизу возможно все изменится но блин этот тест должен был показать а стоит ли покупать игру и вот тут уже дело каждого да с пингом будет по итогу все ок они все еще могут вернуть сервера сообщества и тогда появится сервера в россии и будет играть еще лучше но исправится ли все баги да возможно я честно признаю что не играл в battlefield 5 игра мне попросту не понравилось но тут есть нотки веселья поэтому я скажу да стоит брать уже на релизе ведь и всегда были пробы можно оформить подписку и поиграть и если вам уже игра понравится то естественно ее брать игра веселая динамичная если играете в компании бегаете от точки к точке летаете на вертолетах или убиваете с ножа или летаете на истребителях да можно хоть чем заниматься на такой большой карте будет вам в любом случае весело в игре играет 64 на 64 игрока что в два раза больше чем в прошлых частях но на деле то и не особо это чувствуется на карте которую дали поиграть в бете не особо это было ощутимо было местами даже как-то пустовато но эта карта такая поэтому тут я думаю не стоит переживать а на этом мои мысли закончились спасибо что досмотрели данное видео пишите свои мнения о данной игре в комментарии также напомню что у нас есть группа вконтакте ссылочка будет в описании на нее где за вашу активность группе мы же месячно дарим деньги на ваш steam аккаунт подписывайтесь на канал ставьте лайк нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео или стрим с вами был вин ультра до следующих видео пока пока